Дай ручку, это безопасно. Дай пальчик. Офигеть, я тебе сейчас отпущу, надо выяснить, хороший человек или я. А как ты без мужика? Что, ты умеешь готовить? Пирожки. Пирожки? Если ты знала, что значит слово пирожок. Ну а мужик-то есть вообще? А куда он делся? Мне уже не нравится этот разговор. Ну давай он тебя будет теперь. Да, все будут рыжие. Дети у нас будут рыжие. Ты не поверишь, я вот стоял и ждал, когда ты закончишь там свои покупки. Странно. А что странного? А что это? Ты как-то классно выглядишь, кстати. Ты вся такая рыжая, это значит, начиная с шубы и заканчивая волосами там, не знаю, и у тебя лицо такое румяное, как у меня обычно бывает. Ты классно выглядишь. Давай мы с тобой буквально минутку пообщаемся. Да, ручка? Это безопасно. Нет. Дай пальчик-то. Вот сюда, чтобы люди нам не мешали. Куда-нибудь. Офигеть. Я уже забежала. Ну все, прикольно. Нет, смотри, ну это пять минут, я думаю. Да. Так, как тебя зовут? Юля. Юля. Меня почти как тебя. Меня Вова. Понятно. Юлечка, а ты здесь работаешь или что? Как ты здесь оказался? То есть в уфимоле или в бизнесе, в этом, в каком-то, в каком-то, то есть ты там должна быть в строгом каком-то бизнес-наряде, парзе. То есть там допускают в таком виде. И не заставляют волосы красить в одинаковый цвет всем. Потому что я когда работал на дяде, у меня было такое, что меня заставляют причесываться так, как они хотят. А у тебя интересная работа какая-то или что? То есть то офисный планктон. Сидишь там, а вам можно там ВКонтакте лазить? Нет? У вас палец. А ты по жизни интересный человек вообще. Не знаю. Ну кроме работы, ты что делаешь? Ну там, ходишь в клуб, я не знаю, вяжешь крючком там. Крючка, конечно, да. Да ладно, хорошо. Нет, я не обещаю, я бы срочу. Да ладно, серьезно? Да. Это жесть. Это ты к старости готовишься? Да, говоришь, когда мне будет 70, чтобы я так неожиданно, а такая. Да, другие бабки будут учиться, а ты такая. А, я понял, это, короче, вложение на перспективу. То есть ты будешь учить бабок вязать крестиком? Да, должна же я. У тебя будет своя школа. Юлечка, нет, подожди. Ну надо, сейчас я тебя отпущу. Я тебе сейчас отпущу, надо выяснить, хороший человек или нет. Зачем? Я же не могу просто так у тебя там взять телефон, то есть, как бы, вдруг ты плохая. Я не знаю. Да я знаю. А так было уже? Не, я вот, я его сейчас запишу, как бы, я уже решил вопрос. А я его дам? Ну я его запишу. Ты думаешь вам, да? Нет, ну ты мне дашь свой телефон. А вдруг я скажу неправильно? Ну тогда я вот, какую колонну убийства не ловлю. Я вот об эту колонну убью с головой. Я бы тебя шантажировать, если ты не дашь, я залезу в урну. Ну ты же будешь залезать в урну. Да я шучу. Нет, смотри, все проще. То есть, я его запишу. Вопрос в том, что мы друг друга не узнали совсем за вот эти две минуты. Ну а что я должна? Должна сказать, умею я готовить или нет. Что, ты умеешь готовить? Да, я очень вкусно готовлю. Офигеть, плюс тебе вообще. Пирожки пикну. Пирожки? То есть, ты знал, что значит слово пирожок. В моем понимании. Что еще? То есть, с тобой есть о чем поговорить? Можете. То есть, ты в состоянии, если тебя куда-то взять с собой погулять, там, надеть красивое платьишко, там, и пойти вот так, вот так, виляя попой, чтобы все мужики думали, а вот эта девка там. И она не моя. Я все-таки, пусть я считаю бескромной, чем в Эпенте поцелу. Ну а мужик-то есть вообще? Да. А как так? А куда он делся? А как ты без мужика-то? Мне уже не нравится этот разговор. Нет, подожди, а почему? Нет, а как ты живешь без мужика? Должен же быть мужчина. Что значит не нравится? Ну, у меня его нет, я как-то не люблю. Ну, давай он тебя будет теперь. Господи, ты что? Такой же рыжий, как и ты. Да, все будут рыжие. Ну, дети у нас будут рыжие. Дети будут рыжие. Если такая, сейчас не разбежимся. Ладно, давай, смотри. Вот сделаем так. Если как бы я там не закручусь по работе, я тебе позвоню. Никто тебе не будет там названивать. Если закручусь, значит не позвоню. Как бы телефон не самоцель. Я сейчас пытаюсь выяснить, насколько ты интересный человек. А ты бежишь все время куда-то. Ну, просто не сразу же все всем рассказываешь, так? Нет, а можно? Я же тоже рыжий. Делать, а можно оставаться загадкой. Загадка, да? Нет, разград по плаванию. Офигеть! Я же, ты молчала. А ты как плаваешь? Вот так вот или? Делать туда звон просто. Вольно сидеть. Вольно это вот, короче, вот так. Это тролль. Кроль или тролль? Тролль, наверное. А вольно это как? То есть ты как хочешь, так и пульдешь, да, или что? Это я звонит. Юлечка. А вольно это как? Последний вопрос. Как ты показываешь? Это называется это? Это кроль называется. Бутерфляй, по-моему. Бутерфляй это лобейми ручками. А вольный какой? Вольно это кроль. А, то есть кроль, он же вольный. Вольный, да? Там Гоша, он же Жора, он же Гога. Я понял. Слышишь, уже какие интересные темы. Такие глаза выразительные прям. Глаза пловчихи. У нас у всех такие, наверное. А с генами передаются, да. А они такие со шторками. И сразу можно плыть. И все видит. Они такие, милзочка. Юлечка. Да. Давай мы будем с тобой пальчиком прощаться. Приятно посмотреть. Мне серьезно приятно, что вот мне кажется, ты... Неожиданно, но мне что... Ты выставишь, ты... Ну как я, когда я уже иду, вы что такое? Я тут еще доебала. Этот рыжий, а что... Ай-яй-яй-бог. Ну я не знаю, я человек прямой, я иногда по-русски не знаю. А что подозрительного? Я не знаю. Со мной так никогда не знакомились. А как с тобой вообще знакомиться? Сама... Ну так вот подходит ли? Я не знаю. Ну подожди, а как, не знаю, куда смотрят мужики? Я не знаю. Они боятся тебя? Нет. Просто я вот как бы, насколько знаю, что красивых девушек боятся. То есть, реально прям с сад. Они думают, что там типа... У нее, наверное, мужик там олигарх, там она ее сейчас пошлет и так далее. Может поэтому... Может тебе надо просто там веснушки какие-то черные нарисовать. Пусть там... Вот так идти, короче. Тогда вот, ну не знаю, они по-любому решатся и будут подходить. Сейчас, смотри, самые лучшие знакомства, они как бы всегда случаются вот так вот спонтанно и неожиданно. Поэтому... Ты, кстати, можешь мне сама позвонить. Хорошо. Вот будь тебе скучным. Так, о, Вова, классный рыжий парень, дай-ка я ему. Ты звонить тебе не будешь, потому что ты женщина. Ты, скорее всего, напишешь смс-ку тебе. Привет. Привет. Привет, ребят. Привет. Ну ладно, Юлечка, ну, кстати, ты ничего такая, да. Хорошая. Хорошая. Будем желать... Не, 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 мы не будем обниматься вообще ни разу. Будем желать тебе... Желать тебе бобра. Бобра. Добра. Добра. Лучей добра, пожалуйста. Лучей? Аутильный лучей, да? Ну, тогда ты в рентген сходи, там лучи. Ладно. Ладно, Юлечка, не, ну ты хорошая. Часто, когда ты перестала торопиться, у тебя полосатые ногти такие... Ты стала хорошей? Да. Да. Рыжая, Юлечка. Я, к сожалению, не вижу там вот ножки, сисечки, то есть, ну, я уверен, что все хорошо. Просто, ты говоришь, где в женщине должен быть секрет, она раздевается, а у нее там, не знаю, вот такие, вот такая грудь там, вот такие ноги, да. У меня всякие бывало в жизни. А, да, давай по-китайски. Тебе добра. Да, Юлечка, тебе хороший вечер, кстати. Ты добра. Ну, ты неожиданный. Я неожиданный. У меня, кстати, есть бывший лучший друг, мы просто не общаемся сейчас, его зовут и звали Арвелоди, он грузин. То есть, по-грузински это переводится как неожиданный. Значит, я Арвелоди. Мы его не ждали, да. Да, по ходу дела. Ну, что, да, пошли. Что, ты никак не уйдешь, кстати, Юлечка? Ты же вроде торопилась. Я теперь страху. Все, давай еще раз обнимашки. Нет, я уже. Смотри, дельфин, кстати. Нет, дельфин – это мое любимое животное, что я не знаю. Все, все, пошли. Все, давай, хорошего вечера.